На этот раз у нас будет необычная постройка в виде бункера из торговых автоматов. Нахожусь я вот в этом вот месте, а именно на льду. Нам для постройки этого сооружения нужно ровное место, поэтому я заранее уже поставил низко фундамент. Смотрите как это делается. Очень максимально низко. Это нужно для того, чтобы рейдер не смог закинуть на фундамент взрывчатку С4, чтобы пройти в дом. То есть здесь максимально низко стоит фундамент. И теперь смотрите, я ставлю стену и как бы стена перекрывает фундамент. То есть фундамента мы не видим, мы видим только стену. Поняли в чем смысл? Еще раз повторяю, фундамент максимально низко на ровном месте, чтобы вместо фундамента мы с вами видели только стену. Все, по кругу сделали коробку. Можно делать как и 2х2, так и больше. Я 2х2 сделаю. Видите, смотрите, не видно. Вот показываю. Только стена. Самого фундамента нету. Он как бы есть, но как бы нет. Все, вот такое вот сооружение. Дальше я улучшу до железа. Проходим по всей окружности нашего квадратного сооружения. По всей окружности. Ха-ха. Молись, перфекционист. Так, переворачиваем сюда. То есть я покажу вам, как можно максимально защитить свой дом от рейда. То есть стена железная у нас имеет 1000. 1000. ХП. Смотрите, вот 1000 ХП. Не видно фундамента, стены. Это очень важно, ребят. Это прям важняк-важнецкий. Без этого никуда. И вот они, торговые автоматы. Ими я теперь должен заставить всю площадь по краю нашего сооружения. Таким вот способом. Но лучше, наверное, начать с угла, конечно. И потихоньку пойти. Но застраиваю не до конца. Оставлю немножко места для... Как эта штука называется? Вот так вот я сделал. Смотрите. Вот так вот выглядит. И вот эта вот штука нам нужна будет. Сейчас покажу. Вот место здесь я поставлю. То есть без дверей, без всего. Двери здесь не нужны. И сейчас мы проверим, сколько же требуется взрывчатки, чтобы проникнуть в этот дом. Торговый автомат имеет больше ХП, чем у железной стены. Но он разрушается, конечно, не за 4 сишки, а за меньшую. Точно сейчас мы проверим, за сколько. То есть рейдер видит ваше сооружение железное. Но надо 4 сишки, чтобы взорвать вот эту вот стену. 3-4. Все, ждем. Я сейчас буду смотреть, как все это будет происходить. Как будет убавляться ХП с торгового автомата и со стены. Видите, смотрите. Раз, два, три и четыре. Четвертый взрыв нашу стену полностью уничтожил. И вместе с стены мы что видим? Мы видим с вами торговые автоматы. Их тоже надо как-то уничтожить, чтобы проникнуть. И рейдер такой, вау, ты че, пошел я домой, нафиг отсюда, буду чай пить, не буду рейдить. Давайте смотреть, сколько все-таки понадобится для вынеса этого автомата. Одна сишка, одной маловато будет. Да, смотрите, ХП уходит гораздо быстрее, чем у железной стены. Хотя, там написано, что ХП это больше, на самом деле. Итак, беру я, значит, сихи. И давайте еще одну кину. Я думаю, штуки три еще надо будет. То есть, для того, чтобы проникнуть в ваш дом, нужно будет не четыре СИшки, а семь. Это уже, подумайте, уже побольше. Затрат нужно рейдеру, чтобы захватить вашу базу, ваш бункер. И вот еще одну, да, немного ХП осталось. Не ремонтируется, стена уже, видите, не ставится. В упор стоят. Так, ну все, вот видите, такой вот прикол получился. То есть, этими торговыми автоматами я застроил вокруг все. И способ интересный. Я не знаю, делал его кто-то или нет в игровом процессе. Но, конечно, это прикольно. И вот эту стену я так застрою. Так, автоматы давайте торговые тоже сюда до конца поставлю. Поровней, поровней, вот так вот, чтобы было. Чтобы мух не пробежал, и мышь не пролетел. Без дверей, еще раз повторюсь, без дверей. Вот эта штука ставится сюда, там можно передавать всякие предметы в дом. Как я и сказал, дверей нету, будет просто спальный мешок. И еще один автомат, чтобы, если стены взорвут, не проникли сразу. То есть, там нужно 3С4, чтобы попасть в ваш дом через торговый автомат. И вот таким способом застроил я эту штуку. Смотрите, можно открыть ее, все. Хранилище ящик называется. Никак я не запомню все название. Так, шкаф, вот, все вокруг обставлено. Смотрите, все до железа улучшено. И высокий металл у нас не требуется, нужно только железо. Только железо, ребят. Но, если мы сделаем до высокого металла наше жилище, то есть улучшу я до высокого металла его. Кстати, вот этот автомат, он обозначается на карте, но его можно сделать так, что он не будет виден, то есть карта будет пустая. И вот, смотрите, улучшил я до высокого металла и теперь требует высокий металл. Это как бы торговые автоматы, это как бы альтернатива стенам из высокого металла. То есть, не надо будет высокий металл собирать, нужно будет один раз собрать металл на торговые автоматы. Там требуется сколько-то шестерень и высокий металл. Ну, а дальше все. Дальше мы с вами, как хотите, застраиваем наше жилище, наш домик, любым способом. Также можно поставить воркбенч, потом воткнуть куда-нибудь. Места, конечно, маловато. Спальный мешок еще не забудьте поставить. Без него мы сюда как бы не войдем. То есть, если я поставлю торговый автомат, то высокий металл не будет требоваться. Потому что, если я улучшу его, наш дом я имею ввиду, до высокого металла, то нам придется каждый раз в шкаф ставить, добывать высокий металл. Согласитесь, это тяжело. Хотя, соглашусь, и торговый автомат сделать тоже тяжело. Но если вы вдвоем с дружами играете, я думаю, справитесь. Вот так вот все это дело выглядит. И скажете, как крышу еще закрыть. То есть, защита какая-то тоже нужна. Вот предлагаю вам два варианта. Давайте сначала с одного начну. Вот так поставлю сюда, вот плитку сюда. Лучше до железа, конечно. И смотрите, план постройки. Можно поставить вот такие вот плитки, половину стены. И как бы сделать двойной потолок. Я просто других вариантов пока не нашел. Как застроить так, чтобы тоже какое-то сопротивление при рейде было. Вот так вот предлагаю. Двойная такая крыша получается. И с половины стен. Сюда тоже можно ящики разместить. Там можно вообще сделать очень много чего. Но защита, к сожалению, будет только из потолка. И все. Никаких предметов нельзя. Ну или вот такую обычную крышу. Тоже здесь вот так заставить. В принципе, тоже надо будет уже 84, чтобы попасть вовнутрь. То есть вот верхняя крыша и нижняя. Ну вот лучше вот такой вот вариант пониже как бы. И не будет вызывать такого большого... О, это что за фигня? Какой большой дом стоит. Не будет вызывать такого большого восторга. И на этом все. Попробуйте сделать. Может кто знает другие постройки. Пишите. Пока.